В Целеноградском районе стартовали работы по установке газопроводных сетей. В ближайшие годы голубым топливом будут обеспечены порядка 10 сел. Проводятся работы по подведению централизованного электро- и водоснабжения. Самый густонаселенный район области остро нуждается в школьных местах. По проекту «Комфортная школа» до 2025 года будет построено 9 новых учебных заведений на 10 400 ученических мест в 8 населенных пунктах. Помимо этого, три новые школы строятся в селах Жаножоу, Утимис и Шубары. Также активно растет инвестиционный фонд Целеноградского региона. В этом году планируется реализация 17 инвестиционных проектов на общую сумму 4 миллиарда тенге с созданием свыше 100 новых рабочих мест. В этом году, буквально недавно, мы в селе Казазар открыли новый швейный цех Туазия Хант по пошиву спецодержек для сотрудников строительных, клининговых компаний, охранных структур, медицинских центров. Там же, в этом же здании открылась поликлиника «Сити». Что касается инвестиций в развитие экономики района, то с начала года было инвестировано 9,6 миллиардов тенге с ростом на 7%. Среди проблемных вопросов большая часть посвящена отсутствию водоснабжения в селах района. На сегодняшний день доступ к централизованной воде составляет 56%. Проводятся работы по реконструкции и строительству сетей к нуждающимся населенным пунктам. Также остро стоит проблема жильцов коммерческих домов, построенных по программе «Нурвежер». Жилье возведено без учета местности и климата. Имеются проблемы с коммуникациями и электричеством. Аким отметил, что вопрос стоит на контроле правоохранительных органов. Это частная компания строила эти дома. Я понял, о чем вы говорите. Иногда путаюсь с госпрограммой. Это не госпрограмма. Эта частная компания строила дома, сип-панели. Я бы не сказал, что они холодные. Они там недоделаны. Но в гражданском правовом порядке надо этот вопрос решать. У них есть договора между застройщиком. И там два дома построили. Но это на контроле. Дальше будем сопровождать, в том числе через правоохранительные органы. В целом, в районе активно ведется строительство и реконструкция дорожных сетей. В текущем году ведется реализация 18 проектов в 11 сельских округах. На это предусмотрено 21,5 миллиард тенге. В сфере строительства за первый квартал 2023-го введено в эксплуатацию более 38 тысяч квадратных метров жилья. В районном центре Акмоля ведется строительство 10 кредитных домов. В селе Родина строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Василий Павли, дежурционный марзак. Кокщик аппарат.